Здравствуйте, девочки-красавицы! С вами снова Наташа из Беларуси. Спешу с вами поделиться. Вчера я стала обладателем вот такой вот лимитированной коллекции от Pupa Red Queen Christmas 2016. Вот такие вот два продукта я приобрела. Сейчас расскажу вам, почему я взяла именно эти два продукта и что это за продукты. Ехала я, собственно говоря, у нас в Беларуси, и эту коллекцию я не видела и не смогла найти. Поэтому я поехала в Смоленск, в Россию, для того, чтобы посмотреть и приобрести эти продукты. Ехала я, собственно говоря, за нахваленным хайлайтером от Pupa из этой коллекции. Увидела у девушки, очень такая красивая девушка, ведет, не помню, как ее зовут, у нее есть свой блог на Ютубе. Она его очень нахваливала, что ей он очень понравился, и ехала я именно за ним. Но приехав, была безумно разочарована. Почему? Потому что это ядреное золото. Я думала, что, возможно, это будет больше все-таки какое-то шампанское, либо шампанское с примесью золота. Но там прям ядреное-ядреное золото. Сейчас я оставлю, кстати, фотографии. Я не стала его брать, потому что такое ядреное золото и такие крупные конские блестки мне не нужны. Не знаю, почему его так нахваливают. Не увидела я ничего сверх такого естественного. Он некоторые, вот вы знаете, даже некоторые говорят, что Мэри Лу очень ядреный, да, от The Balm, и что им он не нравится, да. Так вот, Pupa еще ядренее и еще более золотая, еще более крупные у нее блестки и вот это вот светоотражение. Поэтому мне кажется, что этот хайлайтер пойдет больше, наверное, все-таки девочкам со смугленькой кожей, потому что светленьким девчонкам он будет слишком, мне кажется, даже выделяться. Я его даже в магазине нанесла немного, и мне не особо-то понравился эффект, поэтому брать его я и не стала. И не поняла вообще фишки в этом расхваленном продукте. Брать его чисто для того, чтобы он лежал, и всем кричать, что у меня была лимитированная коллекция от Pupa, ничего не вижу я такого кайфа, чтобы он лежал и пылился у меня, мне такое совершенно не нужно. Второй продукт, который мне также абсолютно не понравился, это у них там такая пудра, золотая пудра, тоже из этой же лимитированной коллекции. Я тоже ее посмотрела и поняла, что у меня есть абсолютно идентичный продукт, значительно дешевле. Покупала я его очень давно, и не знаю, где он сейчас продается, но это вот такая вот баночка от Fleur. Здесь даже баночки очень похожи, здесь картонная коробочка, да, там тоже картонная коробочка, просто она более вытянутая. Сейчас я вставлю фотографию, как выглядит Pupa. Вот такая вот, короче, картонная коробочка, вот так вот она открывается, здесь вот такая красивая пуховочка. В Pupa она очень похожа, только светлого цвета, вот с таким же бантиком. И, собственно говоря, в Pupa точно так же выглядит продукт. Сейчас я вам, если удастся передать, я даже его не открываю, потому что он просачивается через все эти дырочки, да. Если вам видно на пуховочке, сейчас я вам сделаю, здесь вот, наверное, будет лучше. Короче, девчонки, не видно абсолютно, хотя освещение у меня хорошее, но не видно вообще. Это мелкий-мелкий шиммер, такой золотистый, без всяких подтонов, основ, просто мелкий-мелкий шиммер. Поэтому брать тоже его я не стала, потому что эта пудра у меня уже очень давно, она у меня уже лежит, пользуюсь я ее очень редко. В основной массе для того, чтобы припудрить зону декольте, либо использую ее как дополнение на какие-то тени. Все, больше ничего, поэтому теми продуктами я не осталась в диком восторге, и они мне не очень-таки понравились. Ну, и, собственно говоря, что же я взяла? А взяла я двое тенюшек, вот такие вот тенюшки в оттенке 001 и 002. Сейчас вам быстренько расскажу, почему я выбрала именно эти оттенки, и покажу, какие они. Первый оттенок вот такой вот, это обыкновенный классический белый оттенок. Вот так вот, здесь такая вот интересная 3D-гравировочка. Видите, такой, как снежинка, я не знаю, такой, нет, не снежинка, это скорее такой узор красивый. Такой вот красивый узор. Они металлические, это металлические тени. Это оттенок непосредственно 001, белоснежный. Он, мне кажется, с каким-то розовыми, розовыми мелкими-мелкими блестками. Вот так вот он выглядит на пальчике, и вот так вот он выглядит на ручке. Тени наносятся хорошо, они, мне кажется, очень-очень хорошо пигментированы, они запеченные. Их можно наносить двумя способами, влажным и сухим. Наносятся они хорошо и одним, и, в принципе, и вторым. Лучше всего наносятся пальчиком, влажным способом, синтетической кистью. Они тоже хорошо набираются и хорошо ложатся. По стойкости обыкновенные тени, как от пупа. Неплохие тени, но ничего такого сверхъестественного, я сказать о них не могу. Сейчас у меня ими подсвечено под бровкой. Вот эти теньки. Хорошие тени, базовые такие тени, которые нужны. Достаточно у них яркий шиммер. Кто не любит шиммерные, они очень шиммерные, и это доздраствуют блестки. И второй оттеночек у меня 002. И теперь, если честно, я переживаю, что я не взяла оттенок 003. Там такой бронзовый оттенок. Мне почему-то он в магазине не понравился. А теперь я сутки сижу и думаю, боже, почему же я его не взяла. И это вот такой вот оттенок. Он называется, по-моему, в линейке, он называется золотом. Но я бы не назвала это золотом. Это скорее шампанское. Потому что он такой очень... Если даже это и золото, то очень приятное золото. Такое легкое, ненавязчивое золото. Мне очень... Вот этот оттенок очень красивый. И сейчас он у меня нанесен на все подвижное веко. Красивые тени. Тоже самое. Хорошо ложатся, тоже самое наносится. Но, если честно, я не увидела особой разницы между классическими тенями от пупа. Люминис, например. Сейчас вам даже сделаю сводч и покажу, да. Не увидела я какой-то колоссальной разницы между этими цвета, тенями. Такой вот розовый с золотыми блестками. Ну вот, видите вы особую разницу между оттенками, между текстурой? Я не вижу. Учитывая то, что эти тени у меня уже больше года. А тени от пупа годны всего лишь 6 месяцев после вскрытия. Ну вот, не знаю, что-то переживаю я, что я не взяла третий оттенок. Третий оттенок, кстати, еще что я вам хотела сказать. Третий оттенок бронзовый. У меня просто есть Maybelline Color Tattoo, да. Поэтому я не стала брать их. Я думала, что возможно я добьюсь этого цвета, если я на слою сделаю вот так. Сейчас вам покажу. И если я сейчас наверх, на слою вот этот вот золотой оттенок, мне почему-то показалось, что будет что-то похожее. Что нет смысла мне брать. И вы знаете, наверное, да. Да, третий оттенок очень похож. У вас немного, наверное, он менее интенсивный. Вот так вот. Ну да, очень и очень похож вот этот вот оттенок будет. Только он будет чуть более рыженький такой, к рыжинке, в красный подтон. Нежели здесь он такой вот прям будет бронзовый, металлический, красивый такой цвет, кстати, получается. Хайлайтеры я, кстати, выбрала вместо того хайлайтера от Maybelline в оттенке 100. Он у меня сейчас на щечках. Очень классно смотрится, классно ложится. И вообще классный хайлайтер. Так, легкое отступление. В общем, решать вам, девочки. Тенюшки неплохие, красивые. Я ими довольна. Жалею, что не взяла, наверное, все-таки оттенок 003. Что-то у меня прям вот мулей целые сутки. Но поеду я в Смоленск уже не скоро. И вряд ли я уже успею взять эти тени. Поэтому за хайлайтером, кто с мугленьким девчонком, будет круто. Белоснежкам я не думаю, что он понравится. Пудра их мне тоже не очень понравилась. Все остальные продукты, я вообще на них не обращала внимания. Ни на лаки, ни на помады. Потому что у меня они были абсолютно неинтересны. Поэтому всем спасибо, кто меня посмотрел. Ставьте класс. Всем пока-пока.